— Скажите, а вы видели в России или за пределами России государственных деятелей, которые были бы круче Путина? — Да. — Можно их назвать? — Саакашвили Михаил Николаевич. — Вот так? — Безусловно. — Дело в том, что Михаил Николаевич Саакашвили оказался президентом Грузии, который не сопоставим с Россией по масштабам, по численности населения, по масштабам экономики, по уровню экономического развития, по состоянию государственных политических институтов, по состоянию общества. Это действительно была страна в состоянии катастрофы. Экономической, политической, социальной, правовой. Страна, в которой власть находилась в руках бандитов в самом прямом смысле этого слова. — Фактом жизни было не только то, что когда приезжали, например, некоторые чуть-чуть более-менее успешные бизнесмены в Тбилиси, то им на встречу выезжали экскорты с вооруженными людьми для того, чтобы они могли преодолеть 15-минутное расстояние между аэропортом и городом, чтобы их не похитили и не требовали бы выкуп за их жизнь. Но и когда какой-нибудь очередной крестный отец и мафиозный босс приезжал, то ему на встречу приезжал министр внутренних дел. — С кортежем. — Тоже, да, сопровождал. Это вот было состояние страны. И то, что Михаил Саакашвили вместе с его коллегами, которых он, кстати говоря, собрал в уникальную команду, удалось сделать за вот эти 10 лет, это действительно результат, даже 9 лет практически там. Но это настоящее чудо. То есть Саакашвили, говорите, вы круче Путина, безусловно. Потому что, да, можно сказать, что сделал Путин, вот по крайней мере, в начале. То, что даже сегодня можно оценить со знаком плюс, хотя, конечно, очень много было сделано и продолжается делаться со знаком минус, но, объективно говоря, надо обращать внимание на все. Но страна, какую получил Саакашвили, Грузия тогда, и какую он оставил, это совершенно несопоставимые страны. — И надо сказать, даже в той сфере, в которой действительно у Путина можно найти плюсы, по крайней мере, в первые два срока, это экономический рост, который действительно был. Но Грузия-то превысила эти показатели. И причем Грузия обеспечила этот экономический рост в условиях и мирового финансового кризиса, и в условиях агрессии со стороны России, со стороны того же самого Путина. То есть, даже в этой сфере, в какой у Путина наибольшие заслуги, наибольшие успехи, Михаил Николаевич превысил эти результаты, не говоря уже о всех других. — Он единственный? — Ну, это совершенно очевидный пример. — Кто круче Путина? Или есть еще кто-то в мире? — Нет, ну вот это совершенно очевидный пример, потому что мы здесь видим... У нас есть объективные измерители. У нас есть измерители, какой была страна в начале пути и какой страна стала в конце.